Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица, еженедельную разминку по русскому языку. Сегодня наша тема – синонимы. Это слова, близкие или одинаковые по смыслу, называющие одно и то же понятие, но различающиеся оттенками значений, стилистической окраской и написанием. В зависимости от типа отличий, синонимы можно разделить на три группы – понятийные, стилистические и понятийно-стилистические. Понятийные – это синонимы, различающиеся оттенками смысла – друг, товарищ, приятель. Стилистические отличаются стилистической характеристикой – золото, злато, кухня, кампус, пистолет, пушка. Понятийно-стилистические различаются и тем, и другим. Сравните – думать, мыслить, смекать. Синонимы, отличающиеся только буквенной или звуковой формой слова, называются дублетами. Бегемот – гиппопотам, лингвистика – языкознание. Неправильное использование синонимов приводит к плеоназму, то есть к дублированию смысла, а еще к смещению тематического и синонимического ряда, нарушению сочетаемости слов. Отсутствие же синонимов приводит к тавтологии, то есть к повтору однокоренных слов. А что представляет собой синонимический ряд, и почему важно не путать его с тематическим? Синонимический ряд – это группа синонимов, объединенных общим значением. Главное слово в этом ряду называется доминантой синонимического ряда. Оно стоит на первом месте и является наиболее общим с точки зрения значения. Стилистически оно нейтрально. Пример синонимического ряда – провинция, периферия, глухомань, глубинка, места. Провинция – доминанты синонимического ряда. А что же такое квазисинонимический ряд? Это объединение в один ряд слов с синонимами не являющихся, а объединенных общей стилистической окраской в границах только данного контекста. Все эти фашисты, коммунисты, патриоты. Неумение разграничивать синонимические ряды иногда приводит к ошибочному смешению синонимического и тематического рядов. Просто запомните, тематический ряд – это группа слов, объединенных по принципу целая часть целого. Мебель, стол, стул, шкаф, кровать. Смешивать синонимический и тематический ряд нельзя. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи.